Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Кирилл, и я рад приветствовать вас в Церкви Благая Весть. Спасибо вам за то, что если вы даже не можете присутствовать с нами телом, находитесь с нами онлайн. Господу очень ценно наша жертва, которую мы делаем для Него. Спасибо вам за те вещи, которые вы делаете для Господа. Он видит каждое наше доброе дело, видит каждый порыв наш к Нему, и Он всегда отвечает. Сегодня у нас особенное служение. Наш пасторик будет отвечать на вопросы, которые ему задавали до этого служения. Сегодня будет удивительное и особенное служение, поэтому будьте предельно внимательны в тот момент, когда будет говориться слово. Если вам нужна молитвенная поддержка, или, может быть, вы хотите задать вопрос пастору, вы можете сделать это на сайте ignc.org. Ну а теперь давайте мы переключимся в зал и будем вместе со всей Церковью славить нашего Господа, потому что Он действительно этого достоин. Церковь, давайте славить Бога! Аллилуйя! Георгий славит тебя! Георгий славит тебя! Поклоняемся только тебе! Аллилуйя! Славим мы Тебя, Господь! 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 Слави Твоё и Вя, Слави Твоё и Вя. Боже, кто превыше всех, Боже, кто превыше всех. У Тебя вся сила, У Тебя вся сила. Как велика, Боже, милость Твоя, Верой спасение принял я. Слави Твоей правды мне путь озарил, Радость подарил. Как велика, Боже, милость Твоя, Верой спасение принял я. Слави Твоей правды мне путь озарил, Радость подарил. Он подарил мне радость, Он подарил мне радость. Аллилуйя! Славь Господа! Ещё, ещё! Привознесём, превыше всех, Иисус Господь в этих насек. Твой мир и радость всех нарях, Мы будем славить лишь Тебя. Привознесём, превыше всех, Иисус Господь в этих насек. Твой мир и радость всех нарях, Мы будем славить лишь Тебя. Привознесём, превыше всех, Иисус Господь в этих насек. Твой мир и радость всех нарях, Мы будем славить лишь Тебя. Привознесём, превыше всех, Иисус Господь в этих насек. Твой мир и радость всех нарях, Мы будем славить лишь Тебя. Привознесём, превыше всех, Иисус Господь в этих насек. Твой мир и радость всех горят Мы будем славить лишь тебя Не возьмите всё, мы выше всех Детцузка, Бога, ты на цель Твой мир и радость всех горят Мы будем славить лишь тебя Кто не славится с тобой? Никто не славится, никто не славится с тобой Ты вечно живой, праведный и святой И никто не славится с тобой Твоя святость несу, справедливость несу Я склоняюсь в любовь пред тобой Ты полон любви, света и доброты Напомняй моё сердце собой Ты дал мне покой, радость взялся рекой И никто не славится, никто не славится с тобой Ты мой создатель, ты мой творец Я уповаю на тебя, Отец Всегда со мной ты, я не упоюсь На тебя полагаюсь, я не поспешусь Ты мой создатель, ты мой творец Я уповаю на тебя, Отец Всегда со мной ты, я не упоюсь На тебя полагаюсь, я не поспешусь Ты и местный плюс Ты вечно живой, праведный и святой И никто не славится с тобой Твоя святость несу, справедливость несу Я склоняюсь в любовь пред тобой Ты полон любви, света и доброты Напомняй моё сердце собой Ты дал мне покой, радость взялся рекой И никто не славится, никто не славится с тобой Никто не славится с тобой Никто не славится с тобой Не поколеблюсь Ты щит и скала С тобой пройду и штормы ветра Чтоб не случилось со мной ты всегда В твоих руках я, ты держишь меня Не поколеблюсь, ты щит и скала Аминь! С тобой пройду и штормы ветра Чтоб не случилось со мной ты всегда В твоих руках я, ты держишь меня Знаю я Ты вечно живой, праведный и святой И никто не славится с тобой Твоя святость несу, справедливость несу Я склоняюсь в любовь пред тобой Ты полон любви, света и доброты Напомняй моё сердце собой Ты дал мне покой, радость несу рекой И никто не славится, никто не славится с тобой Никто не славится с тобой Никто не славится с тобой Бог верный, Бог крепкий, Бог сильный, Аминь. Ты полон любви, света и доброты, Наполняя мое сердце собой. Ты дал мне покой, радость вется рекой, И никто не сравнится, никто не сравнится с тобой. Славлю тебя всем сердцем моим, Славлю тебя, мой Бог, Всей силой своей. Только ты достоин нашей хвалы, И я буду петь только тебе. Славлю тебя, славлю тебя, еще, еще. Аллилуйя, Иисус, Иди, святуха, славь, Иди, святуха, славь, Славь церковь. Славлю тебя, славлю тебя, всем сердцем моим, Славлю тебя, славлю тебя, Всей силой моей. Славлю тебя, если ты достоин нашей хвалы, И я буду петь только тебе. Я люблю тебя, я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя, Иисус, славлю тебя, славлю тебя, славлю тебя, всем сердцем моим, славлю тебя, мой Бог, всей силой своей, только ты достоин, только ты достоин. Наши хвалы только он насолен, только он насолен, и я буду петь только тебе. Скажи, я люблю тебя, лишь тебя, Иисус. Я люблю тебя, лишь тебя, мой Бог, я люблю тебя, положи руку на сердце, положи руку на сердце и пой, я люблю тебя, скажи. Я люблю тебя, я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, драгоценный, Иисус. Все, чем я живу, все, чем я живу, Господь, и все, чем я дышу, тебе я отдаю. Все, чем я живу, Господь, и все, чем я дышу, тебе я отдаю. Все, чем я живу, Господь, и все, чем я дышу, тебе я отдаю. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, Иисус. Все, чем я живу, Господь, и все, чем я дышу, тебе я отдаю. Тебе я отдаю. Все, чем я живу, Господь, и все, чем я дышу, тебе я отдаю. Я люблю тебя, Господь, и все, чем я дышу, тебе я отдаю. Все, чем я живу, Господь, и все, чем я дышу, тебе я отдаю. Все, чем я живу, Господь, и все, чем я дышу. Ты послушаем, Господь, и все, чем я дышу, тебе я отдаю. Ты послушаем, Господь, и все, чем я дышу, тебе я отдаю. Слава тебе, Иисус, слава тебе, только ты, только ты. Прими хвалу, прими хвалу. Твоё имя слаще, чем мёд, Твоё имя благо зовёт. Зовёт меня за тобою. Пойти хоть на край земли. Ты послушаем, вознёс выше жертвы. В сердце смиренно построил свой дом. В жертву ты привлёшь, В дурь запрушённый Вечно пребудешь. В сердце моё Ты послушаем, Вознёс выше жертвы. В сердце смиренно построил свой дом. В жертву ты привлёшь, В дурь запрушённый Вечно пребудешь В сердце моём. Пребывай в сердце моём, Пребывай в сердце моём, Иисус, Всегда, всегда, всегда. О, Аллилуйя! Ты послушаем, Вознёс выше жертвы. В сердце смиренно построил свой дом. В жертву ты привлёшь, В дурь запрушённый, Вечно ты будешь В сердце моём. Спасибо, Господь. Спасибо, что ты навечно в моём сердце. Субтитры делал DimaTorzok Начиная с первого стиха. Благослови душа моя Господа. Благослови душа моя Господа. И не забывай всех благодеяний Его. Вы вообще останавливаетесь, чтобы задумываться о том, что Бог делает для вас. Сегодня утром, когда я молился, читал Библию, и я начал припоминать все проявления Божьей благости ко мне. Нам должно помнить все благодеяния Бога. И далее написано, Он прощает все беззакония твои. И исцеляет все недуги твои. Бог целитель твой. И Он избавляет от могилы жизнь твою. И он избавляет от могилы жизнь твою. И венчает тебя милостью щедротами. И насыщает благами желания твоё. И обновляется подобно орлу юность твоя. Удивительно. И всё это наше. И это лишь некоторые благословения. Скажи Аминь. Какая радость быть Божьим ребёнком. Жить под Его защитой. Жить под Его благословением. И наслаждаться Его благостью. Аминь. Аминь. Давайте сегодня жертвовать Ему. Давайте почтим Его для нас это привиление. И я приглашаю вас взять десятину. Пожертвования. Пожертвования. Давайте щедро почтим Господа. И помните, я учу. Бог щедр по отношению к щедрым. Когда мы щедры. Он принимает участие в нашей жизни. Я приглашаю вас взять десятину. Пожертвования. Пожертвования. Поднимем Господу. Отец, благодарим Тебя. За все Твои благословения и щедроты в нашей жизни. Ты воистину изумителен Бог. И мы признательны. И мы с благодарным сердцем. Сегодня отдаем десятину. Тебе, Господь, нравятся те, кто доброохотно отдает. И мы сегодня с радостью приносим. И мы отдаем верой во имя Иисуса. Аминь. Давайте жертвовать Господу. Если вы хотите сделать пожертвование, отдать десятину или пожертвовать на один из особых проектов церкви, у вас есть несколько способов это сделать. Наличными. Положите пожертвование в специальный мешок, который вам передадут служители. Банковской картой ФАЕ. Там вас ждет наш служитель за стойкой с надписью «Электронные пожертвования». На сайте церкви на странице «Пожертвования». Через систему Сбербанк Онлайн. Набрав в поисковой системе «Благая весть». Если у вас остались вопросы, задайте их служителю на стойке электронных пожертвований. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сегодня я сею свои финансы в Божье Царство. Я поклоняюсь Богу, отдаваясь свои деньги, и я делаю это в послушании Богу и Его Слову. Благодаря моему послушанию, Божье Слово будет проповедано моему ближайшему окружению и даже до краев земли, и многие люди достигнут совершенства в Иисусе Христе. Бог пообещал, что Он благословит меня за то, что я с верностью отдаю десятину и пожертвования, и я верю, что во всех сферах моей жизни произойдет умножение. Верой я сею, и верой я принимаю свой урожай. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты даешь нам, Господь, благословение, финансы. Ты заботишься, Господь, о всех нуждах наших и даешь нам способность работать и зарабатывать. Мы отдаем Тебя, Господь, эти деньги в знак поклонения Тебе и просим Тебя, Господь, о том, чтобы Ты благословил все дела наши. И, Господь, мы отдаем Тебя эти молитвенные нужды и нуждаемся в том, чтобы Ты обильно, Господь, благословил, дал свое время на ответ на каждую молитвенную нужду во имя Иисуса. И все вместе сказали Аминь. Отец, благодарим за этот день. Помоги нам учить. Слово Твое говорит, что уста праведника окормляют или питают многих. И мы не хотим просто отвечать на вопросы. Мы хотим, чтобы люди были накормлены. И пусть все будет хорошо. И пусть польза будет для каждого. Во имя Иисуса. Аминь. Смотрите, откуда вопросы. Вы давали вопросы. И также те, кто в онлайн церкви через интернет присылали вопросы. И вот что интересно. Мы обнаружили, что вопросы по большей части одинаковые и из церкви в интернете людей волнуют одно и то же. И мы увидели, что многие задают одни и те же вопросы. То есть вопросы повторяются. Максим выбрал лучшие. И мы постараемся осветить все, о чем вы спрашиваете. Да, они, ну, наверное, лучшие, но главное, они представляют точку зрения или то, что интересует большую часть людей. Правда, вот эти вопросы задали по несколько человек. Я начинаю читать. Дорогой пастор, я уже год живу в Москве. Нянчусь с внуками постоянно, посещаю церковь, благая весть. Но являюсь членом церкви в другом городе. Когда я оттуда уезжал, мне сказали, что десятину я должна отправлять туда, в ту церковь, членом которой являюсь. Но после женской конференции с Террифой я засомневалась. Правильно ли я делаю? Она, Террифой, сказала, что нужно финансово поддерживать тех, кто поднимает тебя наверх. А возрастаю я именно с вами, с благой вестью. Скажите, как правильно? И вот из онлайн церкви много-много вопросов. Куда отдавать десятину? Куда пожертвования? Пасторик, расскажите, как нужно. Well, my thinking about this has developed over the years. На самом деле, мое мнение об этом менялось с ходом времени. I believe, based on Malachi chapter 3, that you should tithe where you're being fed. If you go to a restaurant, you don't say to the restaurant, this has been great food, but today I'm going to pay that restaurant over there. That doesn't work. And spiritually, it's not right either. You should tithe where you're being fed. And where you're looking for spiritual leadership. In Malachi chapter 3, we're told to bring your tithe into the storehouse. That's the place where you get fed. So it could be the physical church you attend. It could be the online church you attend. But it's where you're fed. You can give offerings to other places, but your tithe belongs to where you're fed. You can give offerings to other places, but your tithe belongs No one ever asks me why we talk about Jesus every week. Every week we have an invitation. Nobody ever says why. Every week we worship. Nobody says why. Every week we talk about money. And somebody always says why. They select that out of everything. The issue of money has always been offensive to people. Because it really touches people personally. People are on different levels financially. People with a lot of money. People with no money. People with a revelation. about money. У кого-то есть откровение о том, что нужно делать с деньгами. People with no revelation about money. People struggling in their finances. So when you talk about money, it affects people differently. But it's right to talk about it. Because it is part of our worship. Because it is part of our worship. It is absolutely part of our worship. It is financial worship. Jesus spent 30% of his ministry talking about money. We don't do that. We don't do what Jesus said. My goal is just to encourage people to financially worship. That's why I do it. I will answer that this Saturday at the Yardro. And then it will be public knowledge. But we do have an answer. Well, I just asked Андрею Васильеву that question. Because I want to be accurate. So this is right from his lips. We have 35,000 people that watch us every month. If you put together all the social media people, we have about 50,000 people every month watching. That's amazing. Our goal is 100,000. Just for IGNC. We started in 2016. So we are really, we're making fast progress. Today, thousands and thousands of people are with us. who look at us as their church home. They worship with us every week. They worship with you. They see you on TV. And they really feel that you are their family. They're watching right now. Let's all wave at them. Wave at them. They're with us. We're glad that you're with us. Internet, семья, привет. We're glad that you're with us. But that's the answer. Вот ответ. Спасибо, пасторик. Многих интересует вопрос, что вы думаете о женщинах служителях? Можно ли женщинам проповедовать в церкви? Oh, это опасный вопрос. I have a wife that's a preacher. But let me answer it from the Bible. There are two problem texts есть два текста, вызывающих вопросы. And people always run to those texts to say women can't teach publicly. I grew up in a denomination where women could not preach. And so I understand the mentality. In 1 Timothy, chapter 2, you don't need to turn there, I'm just going to continue to say. Paul says that he does not allow a woman to teach, but here's the key, or to usurp authority over a man. But to ask questions when she gets home. Then in 1 Corinthians, chapter 14, Paul also says that women are to learn in silence. So people grab those verses and they say, oh, there it is. Women should never be on the stage. Well, what I believe should already be obvious because our stage has a lot of women and we have a lot of women leaders in our church. But let me tell you what Paul was talking about. The greatest women liberator in human history was the Apostle Paul. His words are not slavery. His words are absolute liberty. In the first century, women were not visible. For example, women were not allowed to shop. Women were not allowed to shop. Women were not allowed to shop. It was a good idea. There were no women in the market. It was literally a man's world. There were no women teachers. Not even in grade school. There were no female politicians. No public female life. No public female life. Just check it out. You'll find out. that it was a man's world. It was a man's world. And when there was a public meeting, there were no women there. This world was not a put down of women. It was just the culture of the time. So women were real masters at home. They were in charge of their kids. Their families. They were household managers. But everything they did, they did at home. When the church began, in Christ, there's neither male nor female. It's because you are main. We're all one in Christ. So for the first time in history, think how revolutionary this is. Women were coming to church with their husbands. Men and women in a meeting together. This is a total violation of culture. Nobody had ever heard of such a radical thing. This already shows how radical is faith in Christ. But because women had never been in a public meeting, they did not know how to behave. They didn't have meetings like this. because this is public. The church was illegal. So they were home churches. Maybe 20 people. Maybe 50, 100 people. And in that intimate environment, men and women, while this was a revolution. This was a revolution. But the women would argue with their husbands and would argue with who was speaking. Because they didn't know how to behave in a public setting. Paul was really not against them asking questions. He was not against them being in the media. He was simply saying, women, you don't ask your questions during the service. You don't argue while somebody speaks. You don't ask all your questions. But you have to learn to do it when you get home. He was just teaching them how to believe publicly. There was nothing forbidding women. He was accommodating them. And by the way, you would say the same thing to men. I would say to any man. Don't argue publicly. If you have a fight, ask after the meetings. You have to behave appropriately appropriately. That applies to both sections. Now, what about teaching? Well, that verse in Timothy, I don't allow a woman to teach or to usurp authority over men. Forgive me for referring you to the Greek, but I have to. It describes a woman who through her teaching is usurping authority. It's not teaching. It's usurping authority. Now, if you look at God's dealings with women through the ages, God has always used women. Nothing unusual about it. In the Old Testament, Miriam was a prophet. Debra was a prophet. She was a judge. She was the highest voice in the land. When you get to the New Testament, we find Mary. A major voice. Mary Magdalene. Anna the prophetess. A major voice. Очень серьезно Бог говорил через женщины. Mary Magdalene. Many scholars believe she was the 13th apostle. Many people believe that a lot of the information in the Gospels came from her because she was so close to Jesus. The Gospels считают that the most part of the information in some of the Gospels of Mary Magdalene was very close to Jesus. Priscilla and Aquila. If you go to Romans chapter 16, it is loaded with women. One who was a pastor. One who is listed as an apostle. And so from the beginning to the end of the Bible, you find that God dealt differently with women than pagans did. But, it doesn't matter whether you're a man or a woman, God expects you to respect authority. I hope that helps. So in our church, women can preach. As long as they're under authority, it's the same rule I would give to a man. We deal with both of them in the same way. We deal with both of them in the same way. Thank you very much. Dear pastor, what is your relation to the synodal translation of the Bible? Just to the translation? Because in the synodal translation there are a lot of mistakes, and not always to the spiritual reality. Well, I use the King James Version. I use the translation of the King James Version. I use the translation of the King James Version. It's 1611. In its time, it was the best. Today, it's an old language. Words that worked then don't work now. And there's something that's very important. I'm going to answer you truthfully. I don't want to disturb you. But I have to tell you the truth. From the time this translation and your translation was done, they have found 50,000 manuscripts of the New Testament. 50,000. Many of them very old. Many of them older than the ones that were used for this. And because of that, we have today better translations. The truth is, it's all good. It's all good. It's all good. But some of the newer translations are better. Doesn't mean you can't use the old one. I use King James Version. I love it. In my heart, the original has no mistakes. But they're all interpretations that were used. So what you want to do, it's best to use a Bible based on the oldest version. So you get closest to the original. I hope that helps. Let me tell you one more thing. I want to really bolster your authority in the New Testament. How many of you have heard of Homer? Everybody knows Homer. Everybody quotes Homer. Homer, Homer, Homer. Gomer, 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 Gomer. You know how old is the oldest manuscript we have of Homer? You know how old is the oldest manuscript we have of Homer? Eight hundred years after he died. One copy. One copy. Eight hundred years after his death. And everybody quotes it with authority. And everybody quotes it with authority. And everybody quotes it with authority. Documents that are reliable. There are sources that are reliable. The New Testament. About 20 years after the life of Jesus. More than 50,000 copies. И есть более 50,000 экземпляров того времени. 50,000 copies. There is no document in history. More authenticated, more copied, more well-known. То есть самая надежная книга за всю историю это Новый Завет. И когда мы цитируем Новый Завет, мы с вами стоим на твердом основании. Скажи аминь. Аминь. Okay. Аминь. Спасибо, пасторик. Очень хорошие ответы. Пасторик, а как вы начали слышать голос Бога? Как вы начали слышать голос Бога? Well, I answered that in a whole five-week series. I want you to go to the archives and look for them. But I'll tell you how I started. I was a college student and I bought a t-tread. Empty. And I would sit in my room, read my Bible, pray in tongues, and then I would begin to prophesy on paper. I still have those documents. По-прежнему, я сохранил эту тетрадь. The Lord says, and I begin to learn how to prophesy. I begin to learn how to hear the voice of God. Page after page after page after page after page after page after page I started it. I did it every day. You know, if you want to grow in any area you have to start and you have to continue. You've got to stick with it or you'll never grow. So I started and every day I would say the Lord says. And as I would write I would even sometimes think to myself you know what God could not have just said what I want because that does not agree with the Bible. And I learned to discern what was me and what was the Lord. It took me about two years. I filled books. I filled many, many tetrads. But by the time that I was finished I had really tuned myself to be able to discern what is me and what is the Lord. that's what I did. I started when I was 17. I started when I was 17. Just go to the website. Absolutely. By the way we're a Pentecostal church. We're proud of it. We believe in the work of the Holy Spirit. Our home groups are flowing with the gifts of the Lord. Friday night we laid hands on hundreds of people. The Bible clearly teaches that the gifts are needed until the coming of Jesus. We will never forbid them. We may give some instruction on how to do them and how not to do them. But we'll never forbid them. Well, that's a good question. Sickness comes for several reasons. Okay, what's number one? первая, главная причина. Почему? Что-что? Грех говорят. Adam. Из-за Адама Адам согрешил and the Bible tells us in Romans chapter 5 that when he sinned death came into the world. It's like he opened the door and a curse came. That's why God said to Adam the earth is cursed because of what you have done. God was not saying I'm cursing the earth. God doesn't curse anybody. Never, never, never. That's not in his nature. He was saying to Adam because of your stupidity you have opened the door and now look a curse has come. Death came. That's what Romans chapter 5 says. And immediately plants begin to grow thorns. Difficulty came. Animals begin killing animals. None of that happened before sin. And with death sickness came. Tragedy came. Earthquakes came. Bad weather came. A curse came into the earth. The devil brought it. Because Adam opened the door. So we're living in a world that is cursed. This is why we need to know how to operate in faith. The Bible says faith overcomes the world. It really means faith overcomes the system. the curse is in the world. But when you learn to operate in faith you learn how to sail above the curse. It doesn't mean it's not in the world. But you're able to function in a level that's above the curse. That's why we all need to understand the principles of faith. Second reason is the devil himself. The devil wants to kill people. He comes to kill, to steal, to destroy. He is evil. Everything in him is evil. And he just wants to kill. Number three. Stupidity. That's the main reason people get sick. They don't eat right. They don't exercise. They abuse themselves. Then they get sick. Then they come and stand in a prayer line. We pray for them. God touches them. They go home and get sick again. Because they keep doing the same stupid stuff they did the first time. Talk to a doctor. Doctors will tell you 90% of sicknesses are self-inflicted. Right now in the United States. I'm going to use that as an example. Huge problem with diabetes. Diabetes too. Horrible. Why? Sugar. Just because of sugar. Doesn't have a thing to do with the devil. People are just eating the wrong thing. So those are the three primary reasons. Okay. I want to go back to that. If you're sick, you should not be sick. You are in Christ. Healing belongs to you. That's because you are mean. You're not trying to get well. You are well. You're trying to stay well. You are healed in Jesus Christ. And if you find that sickness is working in your life, then you need to ask why. Because God wants you to be free from sin. And God may reveal something in your life or your diet or your lifestyle that is opening a door for sin. And change. And you will stop most sicknesses. And you will stop the same and you will stop and you will stop the same and you will stop and you will stop and change. Thank you, Pastor Rick. What, связано с этим вопросом следующее. Господь прощает грехи, но остаются ли последствия уже прощенных грехов в жизни человека? Well, it's a tough question. Вопрос сложный. The law of sowing and reaping is real. What you do has ramifications. Now, thank God for repentance. Now, I'm going to use a phrase that sounds very terrible for a Christian. And I'm going to use a phrase that sounds very terrible for a Christian. It's true. Repentance is like abortion. We're against abortion. We're against abortion. But when you repent, it rips the seed out of the ground. And you can kill the effect of a wrong action. You can kill it with repentance. But if you don't repent for a long time, it may be that the result of your your actions are already in manifestation. God will give you the grace to overcome it. It doesn't mean God's letting something bad happen to you. It has nothing to do with God. You put something bad in the ground. You let it grow. You watered it. Now it's growing. You don't like it. You repent. That's good. But now you've already got some fruit. God will help you even to overcome the fruit. But sometimes there are results. Let me give you an example. Let's say that a man commits adultery. Hurts his wife. He can ask for forgiveness. He can repent. Rips that seed out of his heart. But now he has a wife that's very hurt. It's a challenge for her. It's a challenge for him. But the grace of God can help you overcome that challenge. You can overcome anything. You can. I mean. Amean. Zamechal. Pastor Rick. Когда вы назначаете человека на служение, какие качества этого человека имеют для вас первостепенное значение? Well, it's not a theological degree. Но на самом деле меня меньше всего интересует богословское образование. Меньше всего. In the New Testament there were no Bible schools. в те времена когда писался Новый Завет вообще не было библейских семинарий, школ. Nobody had been to Bible school. Because there weren't any. Но не было. So the Apostle Paul said look for somebody whose faith is. That's what the Bible said. Верных. В Библии написано. 1 Corinthians 4, verse 1. In Acts chapter 6 when they chose deacons they were to look for men with wisdom and were full of the Holy Ghost. So God is looking for a character people that are careful people that are faithful I'm telling you faithfulness means more to me than anything. Talent is great but there's a lot of talented people I don't want to ever work with. Because they're impossible to work with. I want to look for somebody faithful. Somebody who's called willing adaptable гибкий they want God to work in their lives. And you're not just the stepping stone to where they want to go they really believe their call. That's the person I want to give myself. By the way is this helpful? Is this good what we're doing today? Okay. Хорошо. Ay-ay-ay. Well let me just tell you mythology is rooted in the truth. Greeks were brilliant we still use their philosophy and mathematics their architecture to literature and all it was the Egyptians were so brilliant they built buildings that we cannot build today. These were not stupid people believing in this. But all of what we call mythology it all began in Genesis chapter 7. Все это появляется в Бытие в книге Бытие первой главе. We know from Genesis we know from the words of Jesus we know from the words of Peter that there was a rebellious group of angels who left their first habitation they rebelled and the Bible says in Genesis 6 they came to the earth and they slept with women and I know that raises a whole other group of questions but this is what the Bible says and the women gave birth to giants they're called Nephilim нефилим или нефалимы рафаимы actually there were whole people groups of giants and the human planet became polluted in their genes now this really shows the patience of God when there was only one family left whose genes whose blood was still pure that's when God sent the flood that's all he had left to work with a poorer part of the human race the entire human race had become polluted except one family and that's when God said I'm going to take that family put them in a boat God wasn't trying to be mean to the rest of the world but the rest of the world there were no longer normal human beings they were hybrids that's really what happened to the world and that's why they were giants they were had multiple fingers toes two sets of teeth the Bible says the world was filled with wickedness it was darkness on a level like none of us have ever dreamed we can't even imagine the darkness that was on the earth until the end of these demonic beings now what's interesting is the Bible says it happened again after the flood and if I can just throw in something else just to make you think Jesus said before the next coming of Jesus it will be as it was in the days of Noah and there are some theologians who believe that there will be a remingling of demons with humans at the very end of the day it's happened before it could happen again anyway that's where the giants come from well that's a very good question first of all I want to encourage you to come to church on time I watch every week and I always say to Paul where in the world are people and then when worship is finished we're full try to get to church on time if you were going if you were going to the Bolshoi Theater what do they do in the big theater once the program starts you don't get in if you buy a ticket to the movie you probably try to get there early because you want to watch the previews get here on time get here and don't leave before the service is over a businessman in this church said to me he said I don't understand these people who get up and leave during the invitation he said that is such a holy moment babies are being born into the kingdom of God we need to watch we need to pray we need to believe and people are getting up and leaving it is so rude to the Holy Spirit now if you have to be somewhere because you have a position in the church I understand that but try to get here early and don't leave you can wait three minutes now what we do is after the service begins we bring people in through the back door because we don't want to disturb what's happening we don't want to punish anybody but when you're late and you come in and you make noise you are punishing those that were on time you may never thought about that they're trying to enter into the presence of God and by not getting here on time you're really punishing them so let's all try to be on time замечательно пасторик дорогой пастор а вы слушаете проповеди других проповедников и если да то кого all the time постоянно слушаю я сегодня утром слушал проповедь I listen to preaching every day каждый день because of YouTube есть YouTube you can listen to living preachers dead preachers можно в YouTube найти тех кто еще жив кто проповедует тех кто уже ушел там много проповедников but I listen to preaching all the time I need it you can't give all the time without receiving пасторик спрашивает кого интересно знать кого вы слушаете длинный список Kenneth Copeland is in our house every day Terry Foy is in our house every day every day I wake up to Terry Foy I don't know who's in my bedroom Denise or Terry Foy Derrick Prince Kenneth Hagen I've been listening to a lot of old faith preachers from the past I'm listening all the time постоянно слушаю пасторик связан вопрос а в вашей жизни есть духовные авторитеты yes I have a group of men actually I have several we have a board of directors and those board of directors have financial authority they know everything they know about my salary they know about our money they know everything and I really can't do anything without their approval so we are a safe ministry I have what I call an A team these are the men in the ministry who all lead a major division there are six of them I'll name them Paul Paul is the second pastor of the church Andrei Vasilev who's over IGNC Yura Rul who's over Media Mir Andrei Chibotarev is from Riga he has been in my life longer than anybody Joel who's over you're over them how can they have authority well submission is voluntary who do you think the apostle Paul was in submission he was an apostle he said well he was in submission to Antioch he didn't see those guys for years at a time they didn't know what he was doing he left and didn't come back for years he could have done anything he wanted to do and they would have never known so who was he in submission to he believed in submission he had to be in submission to somebody who was he in submission his team even though he was their leader there was a form of respect submission between him and his team and I have that with my team I really listen to them I believe them I trust them I have men in my life like Sasha Dovkin a man who's been at my side for soon 30 years when he speaks to me I really listen Tony Cook is a big voice George and Terry Pearson Kenneth Copeland I can call any moment Barry Tubbs all of these men have authority in my life and when they speak I really listen to them it's very important to me of course Denise is a very important voice but I don't believe that's the question that they're asking but I think I don't believe you can lose yourself I just don't want to waste our time I'm not going to answer you like this there's nothing you can do to earn your salvation and there's nothing you can do to keep yourself it is a work of grace now through a sinful life you may lose your fellowship with the Lord you may lose your fellowship with the church but you don't lose your relationship with the Lord you mean you can you don't lose your relationship with the Lord your fellowship may be interrupted but never your relationship now here's the problem a lot of people think they're saved that are not saved and that's why they do what they do when you're really saved you don't want to sin you want to do right and even if you sin for a while you're so bothered by it you just gotta get it right for example if you're really saved and you're living in a marriage or you're living in a relationship you're not married you will eventually become so disturbed that you just won't be able to continue because you're safe your heart bothers you if it never bothers you you're probably not so you're probably not so no I don't believe you can lose yourself I can take hours to tell you why but I'm not going to do that but I've answered your question спасибо пасторик пасторик многие спрашивают нужно ли повторно принимать водное крещение если я уже был крещен ну конечно речь о людях которые может быть их родители были в православии крестили в младенчестве и вот сегодня люди взрослые покаялись на самом деле пришла вера нужно ли повторно принимать водное крещение нужно потому что вот ты взрослый ты теперь осознанно это совершишь когда крестят младенцев it's really baby dedication на самом деле ребенка можно только посвятить ты посвящаешь ребенку в церкви у нас есть посвящение we just don't do it with water просто мы детей не брызгаем на них водой детей выносим и посвящаем но когда ты вырастаешь совершаешь покаяние приходит осознание тебе нужно принять крещение если ты не примешь осознанного крещения тогда вся жизнь пойдет не так духовная жизнь не сложится правильно потому что ты упустишь что-то очень важное у нас будет водное крещение следующее 13 апреля и если вы хотите принять водное крещение можете в конце этого служения или любого служения выйти вперед если вы еще не приняли водного крещения во взрослом возрасте вам нужно это сделать спрошьте как вот призыв к покаянию выходите мы узнаем ваше имя и мы воскрестим и ваша жизнь наполнится победами 13 апреля следующее крещение спасибо пасторик следующий вопрос пасторик а что значит одеваться как прилично святым это как я поделюсь одним воспоминанием пауэл может быть ты там был Денис может быть там была у нас была конференция ассоциации были пасторы это было в Украине и подходит один очень известный пастор и подходит он и его жена я был изумлен она была одета как проститутка мне даже не было неудобно смотреть и все остальные пасторы которые были все начали так сытливо отворачиваться чтобы не смотреть на эту жену пастора я не против современной красивой одежды но вот она оделась так на нее были надеты такие вещи все очень сексуально призывающее она буквально себя рекламировала своей одеждой ужасно жена пастора мне захотелось ему сказать домой ее отвези надень что-нибудь на нее но нельзя женщинам христианкам так выглядеть не подходит неприлично и я честно скажу приличная одежда это не означает выглядеть как монашки или монахи не об этом речь мы не должны выглядеть как монашки или монахи если вы монашка я ничего против не имею мы не против монашества нет-нет-нет но не надо выглядеть так вот серо нет мы должны выглядеть хорошо и мужчины и женщины мы должны одеваться в соответствии с требованиями приличия просто задайтесь вопросом вот как я одет то что на меня надето это прославит Иисуса все ты сам ответишь на свой вопрос вот то в каком виде я выхожу из дома принесет славу Богу тебе это поможет это помогло хорошо постричь вот связано с водным крещением скажите а с какого возраста можно принимать водное крещение мне было пять мне было пять в России есть закон в России есть закон что вы не можете быть бептизд до восемнадцатилетия нельзя принимать водное крещение или крестить без согласия родителей и мы действенное соответствие с законом если вы моложе восемнадцати нужно согласие родителей если вы моложе мы воскрестим если родители дадут согласие но по правде говоря кто-то может принять крещение вот покаялся и сразу можно крестить мне было пять лет я принял спасение в утром покаялся вечером крестили и все было по-настоящему все зависит от веры человека пасторик но я хочу сказать это не надо детей заставлять принимать крещение ваше желание это не их желание дети должны добровольно сами захотеть они сначала должны получить спасение понять что спасены и потом уже пасторик вот очень интересный вопрос здравствуйте пасторик в последние дни меня мучает вопрос как совместить веру в Бога и веру в медицинскую помощь один из пасторов говорит что он уже 22 года не обращается к врачам вообще и прекрасно себя чувствует и справляется с Божьей помощью со всеми проблемами а у другого моего любимого пастора недавно был инфаркт и он обратился к врачам и врачи ему помогли как правильно нам верующим нужно обращаться к врачам или нет не нужно Бог вообще за исцеление скажи аминь Бог может дать тебе исцеление разными способами Иисус умер ради нашего исцеления но если у вас вам сложно удержать это исцеление пойдите сходите ко врачу нет ничего плохого в врачебной помощи я хочу чтобы мы мыслили шире Лука кем был врачу да он с кем все время был с апостолом Павлом какое служение было у Павла чудеса знамения чудеса и с ним врач Лука был с Павлом почему кто знает не просто из-за любви потому что Павла регулярно избивали потому что Павла регулярно избивали постоянно избивали ему доставалось и ему нужна была врачебная помощь у него был свой врач частный врач это удивительно потому что через руки Павла чудеса знамения исцеления а ему нужен врач удивительно поэтому глядя на Павла и Луку мы видим идеальное сочетание веры и медицины все и я считаю что когда идешь к врачу надо даже к врачу идти с верой я верю в Бог что ты поможешь мне через врача и я верю что врач пропишет мне правильные лекарства вера работает везде последний да пасторик сейчас я да это почти время какой бы задать а пасторик хорошо скажите пасторик почему верующие совершают паломничество в Иерусалим это будет наш поздний вопрос хорошо есть еще один можете выбрать хорошо я думаю что в сердце каждого верующего звучит эхо Иерусалим город великого царя для меня Иерусалим не самый любимый город но вообще христианам присуща любовь к Иерусалиму и каждый хотя бы раз в жизни должен посетить все да еще один хорошо ну пасторик а как христианин должен относиться к евреям ладно хорошо я отвечу это все библия говорит что кто благословляет Израиль благословен кто проклинает тот проклят этот закон действует изучая историю ты увидишь что империи гибли из-за Иерусалима то как государство или империя относится к евреям и к Израилю определит выживет империя или государство или нет и если мы умны мы будем любить Израиль и наша жизнь будет благословлена в библии так написано ну как вам да хорошо ответили спасибо пасторик интересно было какой самый интересный вопрос был велика велика не слышно все все это хорошо отец благодарим за чудное слово Твое какая привилегия была здесь сидеть быть одной семьей помоги нам сегодня уйти отсюда наполненными силой во имя Иисуса дорогие друзья спасибо что были с нами онлайн мы благословляем вашу неделю благодарим вас за то что вы являетесь верными и даже когда не можете быть с нами телом все равно онлайн вы с нами хотим напомнить что наши служения проходят по воскресеньям в 10 часов в 13 часов в 17 часов и в 20 часов по московскому времени сегодня пастор отвечал на наши вопросы если вдруг вы не услышали ответ на ваш вопрос вы можете задать его онлайн на сайте IGNC напишите его в графе задать вопрос пастору и вы обязательно получите ответ церковь благословляем вас пусть ваша жизнь будет наполнена ведением от Господа всего доброго хорошей недели обработка гэрбэйс дэвэйс дэвэйс Продолжение следует...